В данном видеокурсе мы рассмотрим создание сборки захвата пневматического. Данный захват имеет фланец для крепления на основном механизме. Приводится он в движение с помощью пневмоцилиндра. Мы рассмотрим, как создавать такой пневмоцилиндр с помощью моделей, скачанных из интернета, и настраивать в дальнейшем эти модели. Также сборка содержит систему подвода пневматики. Это отдельная сборка трубопроводов. В эту сборку подставлена сборка захвата в упрощенном виде. В главном уровне детализации эта сборка не видна. И на чертеже основная сборка отображается с помощью пунктирных линий. Также захват имеет систему электрики, в которую входят все детали электрооборудования, в том числе разъемы, датчики и кабели. Сборка электрооборудования также выполнена отдельной сборкой, в которую вставлена основная сборка в упрощенном виде. В главном уровне детализации у нас только детали электрооборудования. И в уровне детализации сборка у нас подставлена упрощенная сборка самого захвата. Мы рассмотрим, как создавать такие сборки и как оформлять из них чертеж. Рассмотрим более детально, из каких деталей состоит захват. Две основные детали – это рычаги. Выполним сечение по центральной плоскости. И видим, что усилие от пневмоцилиндра передается через систему рычагов, которые закрепляются на корпусе, на основном валу у нас установлены подшипники, а также другие втулки. С помощью генератора пружин мы создадим пружину. Также мы будем настраивать уровни детализации этой сборки. Будет создан основной чертеж сборки пневматического захвата. Рассмотрим, как вставлять различные позиции на чертеж. Создадим уровни детализации для облегчения сборки, для дальнейшей сборки с остальными механизмами и создадим различные позиционные представления этого захвата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова